Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответ на ваши вопросы Очень стесняюсь похвалы Как правильно поступать, когда хвалят? Видите, какой достославный у нас корреспондент Которого по преимуществу досаждают ближние Не руганью и поношениями, а похвалами и ублажениями Видимо, действительно, его добродетели уже велики И, привлекая к себе такие благодарные отзывы Он еще благоразумно оберегает свою сокровищницу души От расхищения тщеславием И поэтому этих похвал и стесняется, уклоняется от них Впрочем, подражая в этом самому Господу Который уклонялся не только от тех иудеев Которые желали его побить камнями Или низвергнуть с горы Но и от тех, которые хотели взять его и воздвигнуть в цари Или величали его всячески Часто обращал он к исцеленным или к свидетелям его чудных дел Увещание не разглашать никому Только засвидетельствовать перед священниками Например, о своем исцелении Что соответствовало закону Моисеева И никак не предавать дело, шумные огласки Не привлекать похвал и аллилуев К самому Господу Пришло время, когда Господь не отвергал их И иудеям, возмущенным похвалами Входящему в Иерусалим Господу Ответил Если сии умолкнут, то камни возопьют Ибо надлежало Бога-человека Приветствовать как подлинного Нашего Спасителя И Сына Божьего Воздавая Ему хвалу Как победительницу над смертью Что Он имел совершить в ближайшее время Ради нашей с вами блаженной вечности Ученики Христовы также бежали по хвал И это смиренное состояние души О чем апостол Павел свидетельствует Не ищу ни ваших похвал Ибо мне бесконечно дороже Свидетельство собственной совести О том, что я ничего не имею Из греховного Что эту совесть бы оскверняла Но ни от вас Ни от какого другого человеческого взора Не зависит мое благодушие И благополучие душевное Ибо один у меня судья Отец наш небесный Святые отцы всяко бдительно Относились к прославлению И к благодарениям И к похвалам Замечая, что и преодолевшие огонь и воду Оказались неспособными Без помех и серьезных препятствий Для души Не повредиться От медных труб В честь них От восхвалений От почестей Это замечал и В словах подвижнический преподобный Исаак Сирианин И Феофан Затворник В том числе и на Преподобного Исаака Ссылаясь Говорил о том Что навряд ли найдется человек Который Не повредился бы От похвал К нему обращенных В быту Современных монастырей Практической Их жизни Естественным Бывает напоминание О том Что хочешь Хочешь повредить монаху Похвали его С одной стороны Хочется и утешить Подбодрить Тех Кто совершает Своё служение Исправно А с другой стороны Не напрасны Слова святых отцов Предупреждающие о том Что Кто нас Хвалит Тот у нас крадет Кто нас Корит Тот нам дарит И поэтому Богом просвещенные Архиереи Настоятели И это Каждый из нас Монашествующих Проходил Своей Послушнической Монашеской Священческой Жизни Проходят поныне Как благо Для Своих Подчиненных Употребляют Регулярно Как раз Строгие И обличительные Формулировки А не Подчеркивание Каких-то Добродетелей Или Похвальных Свершений Которые Могут за нами Числиться Это всеобщая Бдительность В отношении Похвал Видимо И вам Свойственно Думается Что Всегда есть Правильная Реакция На обращенные К нам Похвалы Не нам Господи Не нам Но имя Твоему Дашь славу Что я Богу Благодарение Не будь Благодати Его Содействующей Нам Не будь Промысла Его О нас Не будь Благорасположение Внешних Дел И Людей Среди которых Произведено Что-то доброе В поддержку Нашему Благому Намереннему Ничего Бы Доброго Не было И Искренне Скажут Праведники На страшном суде Ничего хорошего За собой Не знаем Потому что Вместе с Павлом Скажут Не я Потрудился На благодать Божия Сущую Во мне Так что Не ругаясь И не обижаясь На тех Кто хвалит Ибо они Чаще всего Добрыми Расположениями Руководствуются Будем Стенками Для гороха Гусем Для воды И Глухими Для похвал В свой адрес Зная за собой Кучу Неисправностей И Недостаточности Пред Богом И только Наивный Довольствуется Внешним Впечатлением Оказанным На других Забывая О Боге Сердцеведце Взирающем На Сокровенные Наши Неисправности Неустройства И недостатки А потому Преобразовывая Всякие Похвалы В свой адрес В Прославление Господу Будем Всяко Именовать Себя Рабами Недостойными В молитве Своей Господом Господу Сотворившими Только то Что должны Были Сотворить Внеси Свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров